БОЛЬШОЙ СТЕНДАП ЛЕТНИЙ МИКС ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА И ТЕПЕРЬ Я ЖУ В ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ СВЕТ БОЛЬШЕ НЕ ВКЛЮЧАЮ ПОТОМУ ЧТО В ЖОПУ СТУДИИ НА ТАКОЕ ВООБЩЕ НЕ ПОДПИСЫВАЛОС У МЕНЯ ТАМ ЕЩЕ СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ НЕТ Я ПО ТАРИФУ ПЛАЧУ ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО НО Я ХРЕН ЗНАЕТ КУДА ЗВОНИТЬ ЧТОБ МНЕ ЭТИ СЧЁТЧИКИ ПОСТАВИЛИ ПОЭТОМУ ВСЕ, ДОЧЕВА, ПОКА ЧТО ДОДУМАЛАСЬ Я ПО МАКСИМУ ИСПОЛЬЗУЮ ЭТУ СИТУАЦЮ У МЕНЯ ТАМ ВОДА ЛЬЁТСЯ ПРОСТО Я ИС ПИТЕРА, У МЕНЯ ТАМ СЧАС КРАНЫ ВСЕ ВКЛЮЧЕНЫ ЕСЛИ ЧТО, Я ВЕРНУСЬ, БЛИН, ВЫКЛЮЧУ МНЕ ПОФЕГ, Я ЗА ВСЕ ПЛАТИЛА А МНЕ НАСРАТЬ У МЕНЯ ЕЩИ ТАМ ЕСТЬ ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН ОН ОТ ПРЕДДУЮЩЕЙ ХОЗЯЙКИ ОСТАЛСЯ Я ЕСТЕСТВЕННО НЕ ЗНАЮ, КАК ЕГО ОТКЛЮЧИТЬ ПОЭТОМУ Я ПО НЕМУ ОБЩАЮСЬ С БАБКАМИ, КОТОРЫЕ ОШИБЛИСЬ НОМЕРОМ В ЦЕЛЛОМ Я ПРИВЫКЛА УЖЕ НОРМАЛЬНО Человеку сразу говорю, что он ошибся И мне вот как-то на Пасху звонила такая бабка Говорит, Христос воскрес Я говорю, вы ошиблись Бабка сказала, миллионы христиан не могут ошибаться И бросила трубку Это был лучший разговор в моей жизни вообще Так, я из Питера, были в Питере кто-нибудь, да? Все, наверное, были Там, ну, вы, наверное, все знаете, что там постоянно на Дворцовой площади Стоят эти люди в костюмах Петра и Екатерины, да? Все уже знают, давно не подходит к ним никто Потому что там два раза сфоткаешься, кредит придут собрать Это, ну, не нужно никому Но на Дворцовой это нормально, все привыкли Но я там один раз видела, как Петр с Екатериной выходят из Дикси Вот они прям с пакетом что-то шли Там какие-то пельмени торчали Я не рассмотрела, какие, надеюсь, хотя бы царские Потому что иначе, ну, это совсем странно И им надо было перейти дорогу Но очень долго не загорался зеленый Они забили и пошли на красный прям Но я не выдержала, я крикнула, типа, царь-батюшка, ну куда же вы, ну как так? Ну, а мужик с юмором оказался Он мне ответил, я когда город возводил, этого говна здесь не стояло Веселый чувак Так, я... Спасибо, ничего, все нормально А есть женщины, вот, взрослые, прям, ну, типа, за 40, есть такие тут, да? Ну, немного, но вы охренели, хочу я вам сказать, да? Я сейчас объясню, почему Смотрите, мне 30 И я раньше видела фотографии в интернете девушек красивых с подписью В это сложно поверить, но ей уже 30 И комментарии, типа, вот это молодец В 30 так сохранится, круто Я думаю, до 30 до живого можно будет расслабиться А вы теперь в 40 хорошо выглядите, в 50 хорошо выглядите София Ротару, это что такое? Видели эту е... Ну, это как? Просто расслабьтесь сами, дайте остальным отдохнуть Потому что, ну, я просто жду фотографию женщины Молодой, красивой, с подписью В это сложно поверить, но ей 115 Она умерла 30 лет назад Но до сих пор бегает каждый день, да? Вот это круто, это прям мотивация Потому что я не знаю, где мне взять мотивацию У меня уже состояние такое в 30 лет, понимаете? Я вот, ну, я себя... Я не преувеличиваю сейчас ничего Я себя чувствую, как будто когда-то У меня была охренительная вечеринка Я с похмелья проснулась и так и осталась Все, теперь вот так и будет всегда Ну, потому что реально, у меня еще соседка снизу 73 года Выглядит, слава богу, на 73 Но я недавно смотрю, она пешком по лезнице поднимается А живет на восьмом этаже Я на девятом Я говорю, а лифт сломался? Она говорит, нет, просто полезно для здоровья пешком ходить Я думаю, ну, молодец ты, ***, старая Ну, все, мне теперь стыдно У меня там сигарета чуть не выпала Я, ну, просто там офигела Мне теперь тоже стыдно пользоваться лифтом Я думаю, тоже все, не буду пользоваться лифтом И не пользуюсь, нахрен не хожу никуда Заказываю доставку себе, все, у меня нормально Устраивает все Я прям не знаю, где мотивацию взять Вот сериал был «Ход королевы» Кто-нибудь смотрел «Ход королевы»? Короче, ладно, кто не смотрел, я вкратце расскажу Просто там девочка из детского дома Очень любила со сторожем в шахматы играть Вот, и по ночам она на потолках переигрывала старые партии Ну, потому что им там какие-то транквилизаторы давали в этом детском доме Ей очень нравилось Она в итоге стала самой крутой и выиграла вообще всех в мире И после этого сериала выросли продажи шахмат Потому что людей заинтересовали шахматы Я посмотрела этот сериал, меня шахматы вообще не заинтересовали Меня транквилизаторы заинтересовали Это я прям поискала Слава богу, не меня одну Потому что когда я в гугле потом вводила «Ход королевы, что за таблетки» Там, ну, нормально Был популярный запрос достаточно Но я не всегда Мне не всегда было лень все делать Были другие периоды Я как-то несколько лет назад похудела на 20 килограмм Вот, спасибо, не надо этому аплодировать Там 15 уже осталось, но в целом все равно тоже результат И многие девочки, вообще женщины, у многих есть такой вопрос Как понять, что пора худеть Так вот, девчонки, худеть пора Когда тебе все говорят, что ты не толстая А ты не спрашивала Вот тогда, ну, наверное Наверное, надо что-то делать Но я даже рада Я даже рада, что я была полной Потому что, ну, это развивает в какой-то степени То есть ты просто в определенный момент Смотришь на себя в зеркало Понимаешь, ну, надо читать Потому что если я буду еще и тупая То это все, да Это до свидания просто Вообще любое отрицательное качество усугубляется Если ты при этом жирная Ну, то есть если про какую-нибудь девочку сказать То это даже прикольно, да Типа стерва, это сексуально Жирная, это не сексуально Нет, это баба, которая подралась в племенной Вот она Ей там две штуки не доложили Она в курсе, сколько должно быть Все, она там понесла человека Я не просто так похудела Я думала, что все в порядке у меня Но я шла тогда еще в Калининграде И мне позвонили как-то с местного телевидения И пригласили сниматься в шоу для жирных Представляете? Без кастинга вообще Они увидели меня Такие, о, других жирух не будем искать Мать, иди сюда, все, есть лосины? Нормально, погнали сниматься Я пошла на эту передачу Я там похудела больше всех И я клянусь, это была самая легкая победа в моей жизни вообще Ну, потому что нас там было четыре участника И вот один бухал весь проект Второй траванулся фастфудом каким-то А третий залетел в самом начале съемок Это просто великолепные были соперники Там никто не похудел из них Мне было интересно, как наше оригинальное телевидение Вообще выкрутится из этой истории Но они шикарно придумали Они просто в последнем выпуске сказали Ну, визуально разница есть Я думаю, да Было бы круче Было бы круче только запустить такой проект на радио, да? Чтобы просто в конце говорить Ребята Жаль, вам не видно, серьезно А тут вообще такие классные результаты Приходите посмотреть У нас все очень хорошо А я не знаю, куда тердеть мне этот свой титул Победительницы шоу для жирных, да? Ну, куда его использовать? Я единственная до чего додумалась Просто всем говорить, что я победитель ТВ-шоу Не точнее, какого именно, да? У меня есть один такой знакомый Он всем говорит, что он участник проектов Первого канала А там шикарная карьера Он в передаче «Контрольная закупка» попробовал майонез Он там Свадьбы теперь ведет Это выстрелил человек Мне и на свидание лень ездить, понимаете? Вот прям лень ездить на свидание Я потому что я еще в Питере живу Город тоже довольно большой И ну прям лень У меня есть знакомая Тоже из Питера А ей там что-то 22 И она мне как-то такую фразу кинула Она говорит, а у меня в субботу, кстати, свидание в Москве Я говорю, ну вроде хороший ресторан Сходи Она говорит, не, не в ресторане, в Москве Она в другой город на свидание поехала Нормально это вообще? Ну это тот случай, когда долго собиралась на свидание Не в смысле красилась Она прям в прямом смысле собиралась Она прям курочку запекала в дорогу Себе вещи складывала в пласткарт на свидание Я потому что в 30 очень сильно подумаю Стоит ли мне ехать на свидание Если там в метро пересаживаться надо Ну уверена ли я, что это тот самый человек Чтобы выходить из поезда, пересаживаться на эскалатор Садиться в другой поезд? Я хрен знает Я прям очень не уверена Ну а реально город же большой Как ты нашла парня? Все нормально Он прям классный был Но он жил Полтора часа до него ехать мне надо было Прикиньте Это полтора часа туда Полтора часа обратно Пару часов собраться Пять часов в итоге Вот просто рабочий день практически Ради чего? Вот ради секса этого ублюдского? Ну не знаю Если он будет вообще Потому что я как-то к нему приехала Сходила в душ и вырубилась Потому что я по дороге устала Вспотела Мне еще обратно ехать Пешком подниматься там С д*** этой старой Ну у меня Мне нужен отдых Ну а кстати А мужчины с возрастом же тоже теряют энтузиазм Я просто недавно осознала Что я уже лет пять Не слышала слова траходром Ну ни разу вообще Все они уехали из моей жизни Видимо куда-то навсегда Я боюсь Даже если я сама приеду к парню Скажу Ого вот это у тебя траходром Он скажет Это ортопедический матрас Ты Мы его не будем осквернять Понятно блин Он вообще не для тебя покупался Но про секс раз заговорили Что я На мужской форум Как-то наткнулась А мужчины же женские форумы ругают Типа мы там фигню какую-то обсуждаем Так вот я прочитала мужской И они там обсуждали Как понять Имитирует ли женщина оргазм И мне интересно Мужчина А вам зачем эта информация Ну типа Ну окей Вам там ответили Что если все по-настоящему У нее ученый пульс Расширены зрачки Начал кто-то после секса Мерить пульс Там светить фонариком в глаза Не Не Возможно так делает Максим Галкин Но там Немного Немного еще есть другие причины Да Я вообще не понимаю Почему мужчины не любят Когда мы имитируем оргазм Просто знаете Как говорила моя школьная учительница Это не мне Это вам нужно Ну типа Не нравится Окей Окей Можем ничего не имитировать Все говорить вам честно Типа Милая тебе понравилась Ну нормально Все лучше чем дома сидеть А это кстати Вот не про плохой секс Это Ну четверочку Потому что ну бывает Вообще непонятно Чего приезжала Когда хочешь сказать Слушай я не пробовал Чем другим заниматься Просто Просто это не твое Ты Попробуй стихи писать Ты гуманитарий Сто процентов Я прям Уверена в этом Я вообще люблю шутки Про секс Особенно Ну вот про такой Вот не очень хороший Потому что Ну они всем нравятся Девочки смеются Потому что понимают О чем я А мужчины Потому что думают Что это не про них Они же Они же у нас короли все В этом плане И я не понимаю Почему для женщин Важно в мужчине Например Хорошее чувство юмора Вот что вы здесь Так не заморачиваетесь Может же мужик Плохо пошутить Сказать Вот такие сегодня шутки Я блин Ни разу После плохого секса Не слышала А сегодня вот Чем богаты Как говорится Я вообще поняла Что мы все Все вот прям люди Примерно одинаково Лишились девственности Ну то есть ситуации Понятно разные Но есть вот две Классические истории У девочек 18 лет По большой любви У всех естественно Потому что это правда Вот А мужчины все в 14 В лагере с вожатой И мне вот интересно Мужчины А вы где Нашли эту вожатую Просто Ну я работала вожатой Но я не ехала В лагерь с мыслью Наконец-то Дорвусь до восьмиклассников Прыщавые Усатые Ммм Ну их всех Просто их обожаю Но на самом деле Ну нормально у меня все У меня нет парня Но у меня много Зато друзей Мужчин Мне иногда кажется Что у меня поэтому Парня нет Я знаю что это за люди Туда лучше вообще не лезть Потому что у меня есть друг И он мне как-то Такую фразу сказал В разговоре Он говорит Надо будет сегодня Носки помыть Я говорю Ты наверное перепутал Ты имел ввиду Постирать Но нет Оказалось все правильно Он имел ввиду Помыть Помыть носки Как это работает Смотрите Он периодически Ходит в душ В носках Это типа Он помылся сам Да И носки заодно Помыл Вот такая тема Очень удобная Я думала Он один такой идиот Я другому своему другу Рассказала Он говорит Да я знаю эту тему Я так свитер мыл И хорошо Что вам смешно А то я как-то В баре это рассказывала И за первым столиком Сидели мужики Один такой Слушай Серега Это тема кстати Это же можно на работу Попозже вставать Нормально Ну что Будем использовать Но я люблю мужчин Правда Я прям люблю Я обожаю больше всего Мужскую самооценку Вот это я завидую В этом плане Прям мужчины Я тоже такую себя хочу Потому что мне как-то Друг говорит Оля По большому секрету Тебе рассказываю Прям тайно Никому не говори Но у меня есть бастард Я говорю Кто у тебя есть Бастард Прям вот бастард Может быть у короля У бастарда Не может быть бастарда Да давайте С этим определимся Но мне было интересно Что там за история Короче оказалось У бывшей девушки Есть ребенок И она никогда Ничего вообще подобного Ему не говорила Но он решил Что это от него Я говорю А ты с чего взял Что это твой ребенок Он говорит Ты бы его видел Очень на меня похож Прям одно лицо Я говорю Ну так вы Блин якуты Или буряты Очевидно Может китаец какой Непонятно Но с парнями Весело дружить зато Там все время Какие-то приколы То они там носки моют То у них бастарды С девчонками Честно бывает скучно У меня есть подруги Они нормальные все Но я таких душных телок Вот встречала на девичниках Знаете сейчас модно Чтоб невеста не знала Что будет происходить А подружки ее Что-то сами собрались Придумали Вот в таких компаниях У нас у нас Телка Которая всех выбесит Просто всех Со своими интересными идеями Типа чем займемся На девичник Ой А давайте сплетем венки И будем их пускать Вниз по реке А? В знак прощания с девичеством Я говорю А давайте мы В знак прощания с девичеством Накидаемся Мать Вот тебе прям надо Ты Потом с тобой пообщаемся Но в итоге Мы выбрали что средняя У нас там была Вечеринка в стиле Дисней Ну по факту Мы просто накидались В костюмах принцесс Все Было символично Что пришлось держать Волосы Рапунцель Это мы Поугарали там Но у меня подруги Прям вообще не такие У меня есть подруга Она живет в Питере А сама из маленького города И вот она в Питере Выглядит как попало Вообще Она может не накраситься Там что-то надеет Непонятное Когда я к себе в город Она делает все Она делает маникюр Педикюр Что-то там худеет Я говорю Слушай А ты не можешь в Питере Тоже так выглядеть Всегда Она говорит Смотри В Питере Всем насрать А вот там нельзя расслабляться Потому что город маленький Бывших много По-любому Кто-то из них меня увидит И я хочу Чтоб он пошел И об*** Потом на секунду задумалась И добавила И слезы капали на*** И ну И я поняла Что я восхищаюсь Этой женщиной Потому что Ну во-первых Все правильно А во-вторых Ну согласитесь Ну красиво же сказано И он пошел И об*** И слезы капали на*** Это же просто Мне кажется Если бы эти строчки Пришли в голову Пушкину Так бы Евгений Онегин Закончился Понимаете Это Да Пр***но что-то смущает Да ладно Давайте Более культурное Что-нибудь В музыкальной школе Кто-то учил Поаплодируйте Кто в музыкальной школе Учился вообще Много вас Ага Хорошо А теперь вот Те кому пригодилось Поменьше Поменьше Ожидаемо Я тоже училась В музыкальной школе Мне не пригодилось Естественно Потому что я училась На домре Знаете что это за херня Это такой русский Народный инструмент Вот как балалайка Только круглый Вот это вот дерьмо Каждый раз приходится Объяснять Что это такое Очень популярная вещь Мне кажется Ну зачем отдавать ребенка На что-то такое Не будет же никогда Всемирно известного Домриста Да Домрист никогда Не произнесет фразу Привет олимпийский Вот ну Никогда Даже хрен бы с ним С олимпийским Просто с друзьями Сидишь там где-то На тусовке Ни разу никто не говорил Ой а что-то мы Без музыки сидим Оля У тебя же домра есть Да Обидно Я скоро перестану Приносить уже Это Никто не просит На википедии В статье про домру Написано что это Русский, белорусский, украинский Народный инструмент То есть понимаете Никто даже не признается Чья это была идея Это ну все Друг на друга сваливают Но даже Ладно Понятно в работе не пригодилось Например девушки Которые занимались танцами Они могут всегда В любой момент Сделать сюрприз Своему мужчине Вот вряд ли Какой-нибудь мужчина Обрадуется Если он выйдет из душа А там я Да сижу Исполняю Калинку-малинку Вообще нет Я с последним Так и рассталась Это не нужно Ладно Напоследок Смотрите Кто А есть кто против мата Кто не Никто Все любят мат Е Классно Но его же запрещают везде Меня вот это раздражает Этот закон Что везде запрещают мат Потому что Ну я тоже не люблю Когда он не к месту Но иногда Нужно называть вещи Своими именами Правильно Например Вот слово Ну это же не то же самое Что украсть Да Потому что Ну ты если что-то украл Ты это прям планировал У тебя цель была Ну увидел Это вдохновение Понимаете Было Это творческий порыв И нельзя же Что-то важное Ну Три миллиарда Из бюджета Можно только украсть Можно гуся Там прям Для кого-то Очень близко Если ты Если ты украл Три миллиарда Ты не скажешь никому Потому что Ну мало ли Вдруг посадят Если ты Гуся Это невозможно Держать в себе Это Сразу нужно Всем сообщить Спасибо большое Москва Теплоход River Palace Большой стендап Летний микс Самая веселая прогулка По Москве реке В компании Звезд Юмор ФМ